Всем привет! Сегодняшний мой обзор посвящен моей парфюмерии. Вот она тут, кучка каких-то неведомых отливантов. Я постараюсь, если не обо всех, то хотя бы частично о запахах поговорить с вами. Ну, начну с вот этих вот пробничков. Это из мужских новинок, в принципе, уже не стильно новых, но этого года. Новинок воды туалетной мужской. Вот такой, мне кажется, был гель, и я его когда-то там говорила про него в обзоре про ифрашевском заказе. В общем, в принципе, он мне такой нравится, такой... Мне вообще нравятся мужские запахи некоторые. Тут кедр. Я их еще не открывала, но как гель он мне понравился. Это... Так, сейчас скажу. Моменты счастья зеленые. Ифрашев, у меня где-то там есть маленький пробничек, мы его найдем. На самом деле, они мне очень не нравятся, напоминают какое-то мыло, даже какой-нибудь самый вонючий стиральный порошок. Мы их убираем. Сейчас я попытаюсь найти. Вот она. Тут даже еще немножко осталось. Это когда-то мне пришло в подарок за заказ. Трубничек такой. Жуткая вода. А дам даром, так сказать. Так, это у меня из поменяшки. Какая-то снятость Эйвен. Кстати, я недавно заняла Эйвен. Первый заказ у меня недавно пришел, но видео я не смогла заснять. Во-первых, посылка была наполовину моя, наполовину подружки. Во-вторых, у меня как раз что-то с камерой тут было. Тут пришел на поменяшках. Я не знаю, как бы его там описать по запаху, но он мне, в принципе, очень нравится. Мне напоминает немножко даже ариснуар и фраше. Кстати, он тут у меня есть, этот ариснуар. Сейчас я его попытаюсь как-нибудь найти или достать. Или не попытаюсь, достану уже позже. Ладно, вот он ариснуар. Так. Вот очень мне нравится эта парфюмерованная вода. Не сразу я ее поняла. Она у меня где-то 4 уже года. И вот это третий флакончик такой. Было два маленьких, там какой-то спрей. И вот были вот такие вот именно флаконы большие. 75-50 мл. Сначала я хотела его кому-нибудь подарить, а потом разнюхала и поняла, что он очень даже ничего. Держится до 3 дней. После души чуть-чуть меняет свой аромат. Местами тяжелый. Очень нравится мне его пользоваться зимой. Ну, напоминает он, если сравнивать. Был у Эйвана такой аромат. Это не Magic. Похожий, только более стойкий. Мы его берем. Это вот мои любимые цветочные диска. Вся коллекция. Все 5 видов, которые там были. Точнее, даже не 5-4. В общем, вот одинаковые. Вот эти два классического цветочного диска. Оба по 30 мл. Ну, тут совсем чуть-чуть осталось. Очень они мне нравятся. Такие цитрусовые, сладкие ягодки. Я поняла, когда я пыталась их попрыскать сразу. Я больше трех запахов не могу различить и выдержать. Это я больше как апельсинчик. Это снят. По-моему, позапрошлого года. Лимитка. У меня таких было ровно 5 упаковочек. Я там или раздарила, или там кому-то обменялась в поменяшках. Или продала этой девочке по скидке. Вот такая вот хрень. Он мне не очень нравится из всех цветочных дисков. Но все равно вроде как-то любимый аромат должен быть. Мы его уберем. Это самый мой первый духи и фраше цветочный диск. Лимитка 2011 года. Их уже нигде не найдешь. Они совсем-совсем снятости. Это у меня второй пузыречек такой. Сначала я их собирала, потом как-то получилось, что стало выкидывать. Потому что очень много барахла и так. В общем, это более такой нежный цветочный диск. Аромат и цитрусовый, немножко ягодками. Похож, кстати, на мой морган, до которого мы дойдем. Так. А это у нас цветочная диска Найт. Подарил мне мой очень бывший парень. Они у меня уже года 3 стоят. Почти половина их. Ну, что-то мне не тратится. А еще у меня стоят запасиков. Тоже 50 миллилитров. Ну, одна девочка его вроде как забронировала. Не знаю, как купить или нет. Так. Это у нас Ода Любви. Маленькая. И еще у нас тут, кстати, еще одна Ода Любви. Она пахнет такой ванилькой нежненькой. Вот вторая Ода Любви. Ну, это, конечно, разные. Там Ода Страстной Любви. Какая-то из них. И Ода Просто Любви. Конечно, они уже давно снятости. Лет 7 назад мне первый раз вот такую именно подарила подружка. А потом я уже хорошо заказывала, когда закончили сеть. Маленькие мне пришли. Были маленькие. Совсем 5 миллилитров в подарок приходили. Потом я уже заказывала большие. И вот эти пришли мне в подарок. Так. Это у нас от Леванты. Givenchy Play. Если мне память не изменяет, то они очень похожи, кстати, на Ода Любви. А еще Ода Любви похожа. По-моему, у Мэри Кэй есть духи. То ли думай о тебе, то ли только ты. Как-то так. Синенькие такие. У меня такие были они. И очень запах один в один. Ощущение, что у Мэри Кэй стыбрилась и фраше. В принципе, Эйвен тоже, по-моему, этим страдает. Так. Это у нас Снятость. Это... Сейчас смотрю. Так. Что-то у нас такое. Ягодное настроение. Это смузи. Оно, кстати, по запаху похоже на черешню. На черешню я в 2011 году нарвалась. Но, правда, только на гель для душа. Такую очень вкусную черешню. Так. Что у нас тут еще? Да, кстати, у меня тут теперь вся коллекция саммеров. Это вот как раз зеленый и голубой мне пришли в первом моем заказе Эйвена. Я думаю, их можно не нюхать. Ну, кто занимается Эйвеном? А Эйвен занимается много кто? Они, в принципе, знают. Этими я пользовалась давно еще. У меня такой был аромат. Он мне напоминает, во-первых, натюрель. Во-вторых, лайт кокаин какой-то русской фирмы. Ну, и вот эти вот духи. А, еще Blue Light, которые у меня тут где-то малюсенькие стоят. Blue Light Dolce & Gabbana. И вот такие дужки. Это я у подружки выменяла на какие-то, по-моему, даже косметички. Мои, причем, косметички. Как раз в момент... Я даже не знаю, вот так тут как-то... Вот даже название. Я только сегодня увидела это название. Если попытаюсь его заснять, может, будет видно вам. На крайняк потом сфотографирую. Макара какая-то. Женская, туалетная вода. В общем, они похожи на Summer White. Вот у меня эти две я покупала. А эти две мне пришли в поменяшках, в разных. Это у меня тут стоит и фрешевская мужская туалетная вода. Так как я говорила, мне нравятся некоторые туалетные вода мужские. Это Evidence Green. Ей уже года три. Она у меня редко пользуется. Ну, такой классический мужской запах. Немножко дает ромашкой. Там в 90-х годах, наверное, у Пап наших были такие деколоны. Классические. Даже не знаю, как назывались, но очень похожи. Кстати, стойки. Кстати, вот Evidence сам по себе. Это была мечта идиота. Купить именно вот такую вот. С такой с пушечкой. И покупала по двойной скидке. Он мне в начале года оброшелся вообще в 1100. Это шикарные такие духи. Это одни из первых тоже моих и фрешевских любимых. И раньше у меня было всяких разных вариантов Evidence. Очень-очень много. От маленьких до больших. Там у меня где-то они есть, кстати. Так, что мы тут просмотрели? Вот это я показала, да? Так, вот здесь у меня всякие разные отливанты. И даже два каких-то поддельных духа, про которые я вот потом их поближе постараюсь показать, если времени хватит. Они у меня, так сказать, от девочек. Одной девочки из поменяжек весенних моих в группе Ириски. Благо, я там больше не участвую. Именно там я узнала, что существуют поддельные духи. Никогда об этом не знала вообще. Там ни на речи, похоже, и еще какая-то непонятная подлакост. Это несколько нот любви в этом году вышла в Ивраше. Еще у меня была маленькая такая, 5 мл, но она уже закончилась. Такой ягодный, очень насыщенный, тяжеленький местами вкус. Но мне очень нравится. Немножко похоже на цветочное диско. И еще на какие-то похожие водички Ивраше, такие классические. Так, что тут у нас? Это вот такой у меня раненый флакончик. Ему больше 10 лет. Это, по-моему, Ари Флейм Дивайн. Это мне когда-то тетушка подарила. Но тут такая штучка отлетела. И, в общем, в принципе, можно попользоваться. Он очень мне нравится. Вспоминаю про него редко, но метко. Так, что видео у меня будет в двух частях. Потому что фотик мне говорит, что через 7 минут надо заканчивать. Это мне пришло тоже в поменяшках. Это Фаберлик. Просто уже на удачу заказывала у нее, у девочки убирала. Ну, я не знаю, как вот тут увидится что-то. Сенсуэль. Как-то так. Да, пожалуй, придется потом некоторые духи фотографировать отдельно. Так, что тут у нас еще? Это, не поверите, покупала в фикс-прайсе. Когда-то давно покупала в непонятном магазине. Причем стоили около 100 рублей. Потом они пропали. Я их больше никогда не видела. И год их два назад увидела в фиксе. Тогда он еще был по 37, что ли. Такое между чайным деревом и чем-то таким сладеньким. Ну, в общем, оно мне нравится. Так-с. Что у нас тут еще? А у нас тут много еще чего. Что у нас тут? Чайное дерево. Это кеньская вода и фраше. Я точно не уверена, снята ли она сейчас. 125 миллилитров она была. Ну, действительно такое чайное дерево. Держится, ну, где-то может быть 12 часов. Вообще, я люблю чайное дерево. Ну, в принципе, вы заметили, я люблю и сладкое, и термоядельное. Это у нас вербена. Она похожа немножко на чайное дерево. Из той же серии. Тоже такая свеженькая, зелененькая. Правда, не всегда зелененькие духи у нас получаются свеженькими. Так, это вот как раз Summer White. Фиолетовенький. Правда, мой фотик, возможно, его синеньким передает. Так, там у нас оранжевый. Summer White. А это моя малютка, доча габанки. Заказывала когда-то давно на западном сайте. Может, уже года три назад. Очень люблю этот аромат. Раньше моя сестра мне его подарила в районе 100 миллилитров. Ей кто-то дарил, она передарила. Мне, в принципе, и не нравилось. Но я очень от них тащусь. Тут они действительно похожи на натурельку. Причем классическую натурельку. И фрешетак-то у нас утро в саду цветок ландышем. В самом начале он пахнет диким спиртом. Потом спирт уветривается и действительно пахнет ландышем. Но он держится недолго. На моей подружке, как он уверяет, по-моему, по 20 минут только он. Ну, всем, в принципе, нравится. Я его обычно раздариваю. Мне он в этот раз тоже как-то приглянулся. Так что решила оставить пока себе. Так, это Ирия малютка. Такой специфический, исключительно такой бабий запах. Какой-нибудь бабушки. Покупала я его по каталогу просто потому, что он был исключительно в каталогах. Не знаю, мне его кто-то нарекламировал. Я его не поняла. Но меня стоит, ждет своего часа. Может, кому-нибудь подарю. Это у меня от Леванты. Зеон, это Дольче Габбанна. И еще где-то там в розовых флакончиках он же был. Так, это духи от Арифлейм. Они, наверное, уже сто лет как не существуют. Это мне дарила подружка, однокласска. На какой-то то ли день рождения, то ли 8 марта. Я его не поняла и использовала раньше, пока у меня была окошка, как освежитель воздуха. После ее прелестей, в кавычках, под каким-нибудь креслом. Это тот случай, когда зеленые духи не значат свежесть. Это я покупала на Тинниделе на китайском сайте. Райское яблочко. Пахнет оно табаком. Ну, такое более-менее стойко. Эти пошли на турельки. Это, по-моему, у нас османтус, если я ничего не путаю. Какая-то из них я в упор не помню, кто, надо смотреть на сайте. К сожалению, перед тем, как записывать видео, я этого не сделала. Ну, и на турельке они от свежего до сладкого запаха. Иногда даже напоминают эликсир, который для меня пахнет чисто пластилином. Не знаю, почему. Так, это у нас, по-моему, на турельке Ретропикаль. Пришла мне в поменяшках весной. С девочкой с натурельной, на турель, так сказать. Это мне моя знакомая Валентина Сергеевна подарила казанские духи. Не знаю, как называются. Так как в Дарилов деревня, коробочка, скорее всего, уже или сгорела в печке, или приняла просто ислам. Они напоминают, кстати, сирень и цветок. Цветок ландыш, короче, два в одном как-то такие. С одной стороны даже сладенькие, с другой стороны, ну, в общем, не терпкие. Приятные такие дужки, но не очень стойкие. Это у меня тоже какие-то загадочные, неведомые отливанты. Я даже не представляю, чем они пахнут. Некоторые из них я даже не открывала. Ну, а некоторые, было явно, что это впереди мне пурбланку. Вот, кстати, пурбланка. Новая. Пришла в поменяшки. И где-то у меня есть еще одна пурбланка, которая уже, вот, кстати, она стоит. Ей больше 10 лет. Срок годности у нее, конечно, уже давно прошел, но запах не изменился. Это у меня малюсенькая прыскалка. Там уже почти ничего не осталось. Буквально капелька. Это цветочная диска Найт. В подарок приходила с Ифраше. Ну, и это у меня, не падать, три еще одни натурельки. Одна из них натурель. Другая, Голубая лагуна. И третья, вот, хоть убейте, не помню кто. На них, конечно, ни хрена не написано. Ну, на этом пока моя первая часть обзора заканчивается. И сейчас я попробую записать вторую. Если вы были со мной и вы это смотрели, спасибо вам. Ну, и до встречи в скором времени. Пока.